Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас очень интересная дегустация. Дегустируем Глен Гориотч 12 лет. Глен Гориотч виски, который я купил, не знаю, по какой наитию случайности, узнал, что он получил 5 медалей с 2013 по 2018 года. Он получал медали разного ранга, но получал. Молодец! Значит, мы его уже открыли, попробовали, но это не избавит нас от дегустации. Значит, Глен Гориотч стоит порядка 50 евро, 48 градусов. Что интересно, что у него на пробке есть прямо выбит 1797 год. В принципе, здесь не выбито. Интересно, этим меня удивила пробка. И здесь выбито, и внутри на самом корке. Цвет. Как по мне, цвет типично каштановый, даже уже приближающийся к коньячу. Особенно в бутылке ощущение, что это коньячный цвет. Так. Мастенистость. Среднего уровня. У 33-летних и 30-летних оно посильнее это будет. Слушайте, прекрасный нос. Значит, есть есть запах алкоголя, есть запах оттенок, напоминающий грушу. Какая-то кислинка, дерево, запах такой вот. Очень приятно, очень мне нравится, что я не ощущаю абсолютно ни ванили, ни корицы, которая постоянно, ну, в основном ощущается в виске. Очень приятный запах у этого виски. Да, для всех любителей кричать, что Глен Керн лучше всего, опять же, повторюсь, это бокал 1960 года. Мы тут принципиально им пишем. Я в конце уже расскажу, в конце всех записей. Свой вывод по поводу этого всего. Пробуем. Ожидаемо, интересно, очень много дерева во вкусе. Крепость ощущается, но могла бы сильнее ощущаться, могла бы слабее ощущаться. Значит, 12 секунд его, наверное, все-таки не особо подержишь во рту, но в секунд 10 спокойно он будет держаться. Первое время ты вообще не ощущаешь крепости, и тебе кажется, что, елки-палки, прям 48 градусов одержится во рту так легко. И потом в какой-то момент он очень резко начинает ощущаться эта крепость. Очень, буквально очень резко. Значит, что я ощущаю? Первое, ощущается сразу же теркость. Потом ощущается дерево, такое, ну, бочка, пускай это бочка, потому что дерево это молодое, а тут бочка ощущается. После этого почему-то приходит перец, такой, знаете, перец-тормоз назовем, запоздалый. После этого всего на перец нахлынивает сладость, но сладость не перебивает перец. У нас получается перчоно-сладостное, и это все дело уходит в перчоно-сладостное послевкусие с оттенком, с легким оттенком теркости. Сейчас я дам друзьям попробовать, и узнаем, что они скажут. Одну секунду. Итак, что сказали друзья? Значит, что это виски не посидеть, подумать, но можно с ним хорошо покушать. Значит, что друзья еще обнаружили? Обнаружили зеленый арахис. Просили уточнить, что это не жареный арахис, а вот именно они ощущают зеленый арахис в этом вкусе. Виски, в принципе, достаточно интересный, но на наше мнение, на мнение нашей съемочной площадки, командной площадки, мечты-мечты, как говорится, дай бог, значит, что все-таки Аберлоу 12 лет нам нравится больше. К сожалению, Аберлоу 12 лет у нас закончилось. Мы недавно его, опять же, не на камеру сравнились с Ocon Toshan 3 Wood, и он выиграл Ocon Toshan 3 Wood. Но это я отвлекся от темы. Значит, что здесь мы ощущаем? Получается, мы ощущаем еще арахис. Ну, как сказать, мы ощущаем? Там за кадром ощущают. Я арахис не ощущаю. Ни зеленый, ни жареный. Значит, виски достаточно интересный, он маслянистый. И терпки, вот терпка составляет, остается до сих пор. Но средней длины послевкусия. Послевкусия перечно-сладкая, я ощущаю сладость здесь. Перец какой-то вот, ну, перец не супер крепкий. Не такой, как у Ocon Toshan, но довольно-таки перченый виски. Согласен с моими друзьями, что виски, вот если покушать мясо, прекрасный виски. А вот если посидеть, подумать, то надо что-то мягче и интереснее, и глубже. Ну, это может после дегустации 30-летних виски меня уже навевать на мысли. Друзья, абсолютно хороший зачетный виски. Стоит ровно столько же литр, 50, я не сказал, что это литр. Кстати, что не сказал еще, что это бурбон и черри-каск были. В принципе, вот по сравнению, одинаковая цена Аберлоу, я выберу Аберлоу. Почему? Потому что Аберлоу мягче и вкуснее. Если вам надо жесткости, крепости, конечно, будет интереснее Глен Гориотчу. Хороший вечер, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это мнение лично субъективное мое и нашей команды. Хороший вечер еще раз. Подписывайтесь обязательно, обязательно подпишитесь.